Вот это, да? Да, да, мы не поможем. У него справа. Все, разобрали. Раз в неделю. Уважаемые коллеги, всем добрый вечер. Рад еще раз с вами всеми встретиться. Долго думали над темой, которую затронут в уголовном праве, в уголовном процессе на сегодняшней встрече. Честно сказать, ничего не пришло в голову, кроме как экспертиза. Понимаю, что, во-первых, тема огромная, объемная. Сразу скажу, что я постараюсь озвучить только те моменты, которые касаются, ну, не знаю, меня лично, как адвоката, криминалиста, занимающегося практически одними уголовными делами. Экспертиза у нас стала нечто абсолютно привычное. По любой категории дел какая-нибудь экспертиза, да, проводится. Но об этом чуть позже. А сначала начну, почему я, собственно, как складывалась моя жизнь. Лет в 10-12 я прочитал вот эту книжку. Две криминалистики она, Юрий Торбальд. Вот она в более новом издании. Классная книга. Всем рекомендую, даже тем, кто не интересуется уголовно-правовым направлением юриспруденции, прочитать очень интересно. Книга чисто документальная. Книга, по сути, это научное исследование того, как криминалистика зарождалась, как она проходила пути становления, какие методики сначала считались гениальными, а потом разрушались. Как, например, Бертельянаж, да. Собственно, вот аннотация. Эта книга вот 1974 года, обложка была именно той книги, которую я прочитал. Такую аннотацию давало советское издание. Аннотация абсолютно логичная, последовательная. И, по-моему, вот она убеждает, что книга как минимум надо ознакомиться. Получается у меня перевести эту нашу страницу. Вот, шесть главных дней. Первое про то, как начинался путь идентификации Бертельянаж, это измерение, и как он был вытеснен в итоге дактилоскопией. Потом вопросы исследования трупов, развития судебной медицины, яды, судебная сирология, то есть исследование крови, этапы судебной химии, биологии и судебная баллистика. Собственно, купить ее, кстати, достаточно сложно. Сразу скажу, мне в Москве сказали, вот, в магазине на Арбате, в доме книги, что она есть в системе их магазинов, в единственном экземпляре, где-то в Гальяново. Эту книгу я в Санкт-Петербурге купил. В принципе, я сторонник того, чтобы читать из интернета, и большинство книг я так, собственно, читаю, но в интернете она в свободном доступе, всем рекомендую. Ну что, давайте перейдем, собственно, к экспертизе. Друзья, вот, готовясь к сегодняшнему своему выступлению перед вами, вот такой вот труд скачалось на 90 с лишним листов. Опять же, очень много научных исследований, работ. Неоднократно к этой теме обращался и Верховный суд Российской Федерации. Впоследствии я озвучил постановление Пленума, и, собственно, по этому постановлению Пленума я сегодня буду делать доклад. И Конституционный суд неоднократно обращался к теме экспертизы именно в уголовных делах, поскольку тема животрепещущая по большому категории дел, например, такими связанными как с убийством, телесными повреждениями, с наркотиками, экспертиза – это основополагающее доказательство. Ну и научные наши работники предлагают определение экспертизы, дать как назначаемого в рамках судебного или досудебного производства особый вид следственного действия, состоящий из проведения по заданию следователя-дознавателя суда, исследований и дачи заключений экспертам по вопросам, разрешения которых требуют специальных знаний и в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. Ну, опять же, не обойтись без нормативной базы, 195-я статья, в принципе, порядок назначения экспертизы всем известен, но, тем не менее, повторюсь, что для назначения судебной экспертизы следователь выносит соответствующее постановление, в котором он обязан указать фамилию, имя, отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом, материалы, предоставляемые в распоряжении эксперта. И вот сразу же я перескочу на пункт 3 ст. 195, как наиболее животрепещущий и ставший объектом исследования и пристального внимания Конституционного суда. И в то же время я считаю, что принятые решения, насколько четкие и однозначные, настолько они не исполняются в нашей судебной практике, а именно следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя, и разъясняет им права, предусмотренные в ст. 198 настоящего кодекса. Но это на отвод эксперта, поставка дополнительных вопросов, исключение вопросов, всем они известны. Об этом составляется протокол, подписанный следователями и лицами, которые ознакомлены с постановлением. Ну вот не уходим с этой части 3, поскольку, несмотря на все те обстоятельства исследования, разъяснения, о которых я уже сказал и о которых буду говорить дальше, законодатель так и не внес очевидную фразу, что следователь знакомит с постановлением до проведения судебной экспертизы. Вот внести эту фразу до проведения экспертизы, и миллион вопросов сразу бы снялся. Тем не менее, ну это я не знаю по какой причине, наверное, я слишком наивен, но законодатель ничего подобного не вносит. И постановление пленума Верховного суда Российской Федерации... Вот я скажу, собственно, я сейчас такой небольшой исправнительный анализ вот этих вот положений и проблемных моментов. Верховный суд Российской Федерации еще в 2010 году в постановлении пленума номер 28 о судебной экспертизе в пункте 9 разъяснил, что подозреваемые, обвиняемые, их защитники, а также потерпевшие должны быть ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы до ее производства. В том случае, если лицо признано подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно должно быть ознакомлено с этим постановлением одновременно с признанием его таковым, о чем составляется соответствующий протокол точно. Верховный суд Российской Федерации, мудрая организация и не разъясняет, что делать, если следователь не выполняет эти требования. Очевидно, нарушение прав обвиняемого Конституционный суд в своем постановлении, вот их очень много, ну, например, 5 февраля 2015 года, 25-70, говорит, что ознакомление подозреваемого, обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы после ее производства должно расцениваться как недопустимое нарушение права защиты, на защиту и принципа состязательности и равенства сторон. Однозначная трактовка о том, что это является существенным нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, влекущим признание заключения эксперта как недопустимое доказательство при несоблюдении порядка ознакомления с постановлением на назначение экспертизы. Но лично в моей практике, если у кого-то есть другая, поправьте меня, я буду рад услышать, что суды отнеслись к подобным нарушениям, они сплошь и рядов, отнеслись к подобным нарушениям как к существенному нарушению. Ни разу я не встречал случая, чтобы признали экспертизу, заключение эксперта, точнее, недопустимых доказательствах. Более того, пишут, что последующее ознакомление с постановлением о назначении экспертизы не повлекло существенных нарушений прав, поскольку обвиняемому и защитнику было разъяснено их право на заявление отвода, заявление о ходатайстве о проведении повторной или дополнительной экспертизы. Соответственно, оснований для удовлетворения ходатайства защиты о признании заключения эксперта недопустимым по этим основаниям не имеется. Если у кого-то есть другая практика, то один к одному. Судебная практика идет так, в разрез постановлению конституционного суда, определению точнее. Что еще интересного содержится в этом постановлении плену? У нас законодательство, я в сотый раз повторюсь, написано замечательно. Никаких вопросов о том, что есть какие-то пробелы, есть какие-то недоработки, но за исключением каких-то небольших моментов не имеется. Ну, коль скоро нет положительной практики, давайте перейдем к другому моменту еще. Я, когда делал доклад о оценке методов оперативно-разыскной деятельности, это я сразу на следующий слайд перескочу, но чтобы вернуться к практике, делал доклад о оценке результатов оперативно-разыскной деятельности, упоминал и сейчас не лишним, по-моему, будет упомянуть о том, что фоноскопическая экспертиза очень часто имеет решающее значение по уголовным делам, в частности, когда идет запись переговоров между лицами, например, при обсуждении дачи взятки или при реализации наркотиков, мы отрицаем, что этот диалог состоялся между нами, при этом нам предлагается, ну, понимаем, что этот диалог действительно был, это опять же из моей практики, было предложено дать образцы для производства фоноскопической экспертизы и записать голос обвиняемых, мы, естественно, от этого отказались, оперативники пошли путем того, что они пришли просто для беседы и провели скрытую запись, которую впоследствии представили для образцов эксперту фоноскописту. Мы, естественно, эту экспертизу попытались оспорить, но институционный суд, вот как раз тот период это было, Российской Федерации в определении от 27 февраля 2020 года, номер 320 О, сформулировал, что получение, это не получение образцов, это оперативный материал, следователь прави этот оперативный материал изучить, эти голосовые образцы это не доказательство, а предмет исследования, соответственно, действия сотрудников правоохранительных органов в этом плане законны. Поэтому рекомендую, если у нас есть опасность проведения фоноскопической экспертизы, которая станет доказательством в руках наших оппонентов, предупреждать своих подзащитных, чтобы они вообще не общались с оперативными уполномоченными, которые к ним придут, просто поговорить, они могут найти любой предлог, да, на отвлеченные темы помочь или побеседовать о каком-то деле, к которому мы не имеем отношения, не об этом деле, предложить, так скажем, представить доказательства своей невиновности, ну все это оперативная комбинация, на которую безусловно оперативные сотрудники имеют право. Надо быть готовым к этой ситуации. Обязательное назначение судебной экспертизы это причина смерти, характер, степень вреда, причиненного здоровью, самые, так скажем, это, по-моему, распространенные обстоятельства, по которым расследуются уголовные дела. Далее уже менее распространенные обстоятельства, но тем не менее. Это психическое и физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникают сомнения в его уменяемости, по вопросам преступлений против половой неприкосновенности в отношении лиц, не достигших возраста в 14 лет. Опять же, вот это пресловутая экспертиза о определении расстройства сексуального увлечения в виде педопилии. Я, ну, были у меня таким подзащитный, ни разу не встречал экспертизы. Я, конечно, не научный работник, но чтобы были приведены какие-то действительно научные данные, чтобы эксперт сказал, что исследуя подэкспертного путем беседы, путем, не знаю, применения каких-то компьютерных исследований, анализа его там биохимических процессов, которые происходят у него в организме, оценки его психического статуса позволяет прийти к выводам, что он педофил, потому что он что-то высказывает, у него повышенное содержание каких-то химических веществ, или, я не знаю, у него какое-то особенное настроение модное, ничего нет. Основной аргумент судебных психиатров, делающих вывод о том, что обвиняемый склонен к педофилии, это материалы уголовного дела. А это в первую очередь показания потерпевшей и законного представителя, как правило, это мама. И когда мы задаем вопрос, а если они поменяют свои показания в итоге, а бывает же, что и меняют, мы можем претендовать на иные выводы экспертов? Мне ответ был о молчании. Не знаю, опять же, может быть, у кого-то есть положительная практика в этом вопросе. Коллеги, еще вот я себе сделал специальную пометку. Я сам в свое время очень много работал по 51-й в регионе. И что греха таить, да, работаем по статье 51-й. Я сейчас расскажу, почему это веду. Приходим, какое-то небольшое дело, где угроза убийства со стороны мужа и жене, она уже с ним давно примирилась. Приходим, спешит дознаватель, мы тоже все спешим. Давайте подпишем сразу же постановление о ознакомлении с назначением экспертизы и заключением эксперта. Всех все устраивают, подписали, даже не заполнены планки и ушли. Город Архангельск, 2000, чьи, насколько я помню, 20-й год, небольшой отдел внутренних дел, приходит управление собственной безопасности совместно с оперативниками ФСБ по поводу подозрений во взяточничестве одного из сотрудников. Делают область, заодно изымают вот эти бланки, не заполненные, с подписями адвокатов. Ну, я вот, потом было очень много дневных комментариев коллег. Я не разделяю этого. Маленький город, маленький регион, все какие-то свои, все друг другу родственники, друзья ставятся. Это все сводится к такой рутине, когда ты работаешь 10 лет в одном и том же месте и подписываешь документ своему доброму знакомому. Но это нормально, это обычное человеческое отношение, которое возможно. Конечно, так делать нельзя, но иногда правила перекрываются жизненными обстоятельствами. Ну, по-моему, 8 адвокатов были лишены статуса. Даже если нас не интересует особая экспертиза, мы совсем согласны, или может быть, наоборот, нас устраивает полностью заключение эксперта, хочется все побыстрее подписать, но давайте не забывать, что такие обстоятельства возможны. По поводу обязательного назначения экспертизы, вот, по моему мнению, в делах о дорожно-транспортных происшествиях заключение автотехнической экспертизы, по-моему, обязательно. Конечно, это нигде не прописано, но особенно, когда идет столкновение двух автотранспортных средств, направить дело в суд без заключения эксперта автотехников, которым были бы отражены, во-первых, обстоятельства, отражающие возможность предотвращения дорожно-транспортного происшествия водителям одним, водителям вторым, исходя из условий видимости, дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, особенности транспортных средств, по-моему, это обязательно. Я так долго это рассказываю тоже, потому что защищал достаточно пожилого человека, который обвинялся в столкновении, столкнулись два автомобиля, в автомобиле, где находились потерпевшие, погиб, погиб отец семейства, маленькая девочка, ребенок остался инвалидом. Мы, собственно, не отрицали того, что могли нарушить правила дорожного движения. Но я обращал внимание, что даже по тексту обвинения скорость не превышала 70 км в час. Была загородная трасса, скорость это была допустимая. Мы указывали, что не согласны с местом совершения столкновения. Мы обращали внимание, что в столкнувшемся автомобиле спидометр замер на отметке порядка 120 км в час разбитый спидометр. Мы отмечали, что при осмотре места происшествия не было зафиксировано тормозного следа ни у одного автомобиля. Я просил и у следствия, следственный комитет, кстати, занимался, потому что там погиб сотрудник полиции. Для объективности передали туда. Следственный комитет отказал в проведении автотехнической экспертизы. Самое, почему я об этом рассказываю, почему я вообще об этом запомню, лучший отказ в, лучшая формулировка отказа в удовлетворении ходатайства об экспертизе, прозвучала от судьи, который сказал, а как вам эксперт определить, с какой скоростью двигались автомобили? Я сказал, я не знаю, вообще я не эксперт. Ну пусть он ответит, что это невозможно определить. Меня в принципе это тоже устроит. Все сомнения в пользу моего подзащитного. И мне снова был задан вопрос, ну а как он вам на это ответит? Я сказал, что мы должны спросить об этом у эксперта при необходимости вызвать его в судебное заседание. Отказ был сформулирован, что это невозможно. Официально не так, просто что нет оснований для удовлетворения ходатайства, но суть была такова. Вот я перешел к тому, что вызов эксперта в судебное заседание для допроса. Это еще один такой достаточно тонкий момент, о котором высказался и Конституционный суд, и суд Верховный в судебной практике. В частности, сформулировано, что, во-первых, вот сейчас пока это прочитайте, а я расскажу о чем не так давно в Верховный суд в Конституционной практике высказался. Вызов эксперта в судебное заседание возможен только для разъяснения им сущности приведенного им, данных приведенных им в экспертном заключении. Нельзя задавать дополнительные вопросы. Тем более нельзя подменять экспертизу допросом эксперта, если назначение экспертизы обязательно. Еще одно обстоятельство, что вот в 2024 году свежая практика, гражданин Емельянов был осужден, он был в нетрезвом виде за рулем, и основные выводы были сделаны на основании допросов экспертов, которым изначально был придан статус свидетелей. После этого эти же эксперты дали соответствующее заключение, которое не устроило сторону защиты. Была подана жалоба в Конституционный суд, и Конституционный суд пришел к однозначному выводу, что свидетелей допрошены, не могут быть впоследствии экспертами. Вот такое вот постановление у нас задержится, еще не внесены законодательства изменения, предлагаю это использовать. В пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда, опять же, закреплено, что справки, акты, заключения, иные формы фиксации результатов ведомственного или другого исследования, полученные по запросу органов предварительного следствия и суда, не могут рассматриваться как заключение эксперта и служить основанием к отказу в проведении судебной экспертизы. Вновь возвращаемся к моменту, что заключение эксперта это самостоятельный документ, и хоть у нас ни одно доказательство не имеет какой-то либо заранее установленной силы или более высокой силы над другими доказательствами, все они должны оцениваться в совокупности, но на практике суд нам, Верховный, говорит, что заключение эксперта это доказательство, которое получено в соответствии с требованиями закона, более того, эксперт предупреждается об уголовной ответственности задачу заведомо ложного заключения, следовательно, на заключении эксперта необходимо, в моем понимании, базировать то или иное решение по уголовному делу. Снова возвращаюсь к одному уголовному делу. Я защищал сотрудницу правоохранительного органа Федеральной миграционной службы, которая обвинялась в признашении должностных полномочий. Тут дело состояло в том, что Федеральная миграционная служба, зная о предстоящей проверке из столицы приезжающей, кто-то из сотрудников позвонил и сказал одному из работодателей, использующим наемную иностранную рабочую силу, дословно, что едет проверка, смотри, чтобы все было нормально. Ну, мало того, что я с квалификацией был категорически не согласен, я говорил, что, во-первых, никаких административных нарушений там изначально не было, во-вторых, призыв соблюдать закон не может трактоваться как незаконный. Мне возражали, это все равно, что она предупредила об обыске, с этим я был категорически не согласен, потому что нарушений, я повторюсь, изначально не было и быть не могло, и никто там задним числом никого не регистрировал и никого не выселял, все жили изначально зарегистрированные правильно, но что касалось экспертизы, когда я прослушал аудиозапись, я узнал голос другой сотрудницы, которая работала в этом же подразделении. Мы дали показания о том, что этот кнопочный телефон под симкой и формально была зарегистрирована на обвиняемую, находился в общем доступе, и он использовался специально для связи с работодателями, привлекающими иностранцев. Там были забиты их телефоны, и с него было очень удобно звонить, он лежал на столе. Мне все три инстанции отказали. Я более того сказал, что когда будет установлено, что это не голос моей подзащитной, я назову чей-то голос. Ну, по всей видимости, об этом знал и следователь, об этом этот голос узнал, по моему мнению, и судья. Но в апелляционной инстанции, конечно, не знали чей-то голос, но мне отказали три инстанции, следствие суд первой инстанции и апелляция. Женщина была осуждена, к сожалению, большому, но единственное, что удалось добиться, ей просили реальное, получил условное. Поэтому двоякая ситуация в споноскопии, да, видите, когда нужно, необходимое наследствие, она будет назначена даже путем использования оперативных мероприятий. Когда экспертиза будет в наше пользу, она не будет назначена ни при каких обстоятельствах. Если есть, опять же, у кого-то положительные моменты в этом плане, давайте, давайте обсудим. Так, далее. Дополнительная и повторная судебные экспертизы. Об этом говорит и статья 207, об этом говорит и постановление Пленума Верховного Суда. В частности, в соответствии с частью первой статьи 207, основаниями для проведения дополнительной экспертизы, поручениями тому же или другому эксперту является недостаточная ясность или полнота заключения эксперта, либо возникновение новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. Под недостаточной ясностью понимаю невозможность уяснения смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики исследования смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков, которые невозможно устранить путем допроса в судебном заседании эксперта, проводившего экспертизу. Неполным является такое заключение, в котором отсутствуют ответы на все поставленные перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие значение для разрешения поставленных вопросов. Ну вот давайте снова вернемся к вопросам и к допросу эксперта. Что мы часто видим в судебных заседаниях, ну и сами иногда используем, если нам это выгодно. Вопросы, которые в принципе эксперту задавать нельзя. Это вопросы виновности, правовой квалификации, вопросы, на которые эксперт не может ответить. Ну я в частности сформулирую, да, особенно перед присяжными это хорошо звучит, да, как вы думаете, это вот со стороны защиты, вернее со стороны потерпевших, как вы думаете, а он мог не понимать, что нанося удар ножом в грудь, в область сердца, обвиняемый мог не понимать, что это приведет к смерти или повреждению жизненно важных органов. Конечно эти вопросы снимаются, но присяжные слышат, и эксперт зачастую на них отвечает. Можно переформулировать. После этого, если вопрос снят, мы говорим, нанесение удара в область грудной клетки повлечет ли вред здоровью? Эксперт отвечает, естественно, да. Какие органы при этом могут быть повреждены? Эксперт отвечает, сердце, легкое. Повреждение сердца влечет, смерть при неоказании медицинской помощи, эксперт отвечает. Повреждение легкого влечет, ну и так далее, в зависимости от локализации удара. Конечно эти вопросы, повторюсь, они такие, мягко говоря, полузаконные, но почему бы их не использовать, если это выгодно для нас. Так, нашел вот тоже 17 пункт. Ни разу я с таким не сталкивался, но вполне возможно при обжаловании приговора суда, который нас не устроит, почему бы и не использовать обстоятельства, которые рекомендуют, они рекомендованы суда. Но, послушайте, пожалуйста, длинная фраза. Рекомендовать суда в случае производства экспертизы в суде, экспертам, ранее не участвовавшим в этом качестве, в необходимых случаях выносить два процессуальных документов. Ну, всегда один конус. Просто постановление о назначении экспертизы. А Верховный суд говорит, что первый необходимо вынести о назначении экспертизы, в котором привести данные об эксперте, имея в виду, что эксперт праве участвовать в исследовании обстоятельств дела, относящихся к предмету экспертизы. По сути, точка тут запятая. И только после вынесения определения о назначении экспертизы выносить второй документ после выполнения соответствующей процедуры о постановке вопросов перед экспертом. То есть Верховный суд, ну, конечно, это рекомендация, но все-таки Верховный суд, по-моему, должен каждый суд, это я об этом сказал, ну, вот это постановление. Каждый суд все-таки должен выполнять. То есть сначала необходимо назначить эксперта, убедиться в его компетенции и предоставить сторонам заявить возможность отвода этому эксперту. После разрешения этого вопроса необходимо ставить вопросы перед экспертом. Опять же, Верховный суд говорит о том, что председательствующего судебного заседания следует принимать предусмотренные законом меры исследования в суде обстоятельств, необходимых для дачи экспертам заключения, в том числе о количестве, объеме и других характеристиках объектов и материалов, необходимых для производства исследования. И лишь после этого предлагать участникам судебного разбирательства представлять в письменном виде вопросы эксперту. В принципе, все расписано хорошо. Вот я бы обратился к самой концовке этой фразы, что вопросы надо готовить письменно и представлять суду. Устно, конечно, часто так и подмывают заявить и быстрее, и пока судья в хорошем расположении духа, и вроде пока прокурор не возражает. Читая вот это вот постановление, ну, лишний раз убеждаешься, что надо готовить заранее вопросы, пусть они будут немножко не в той редакции, потом можно подкорректировать, но лучше иметь письменно и их представить непосредственно в судебном заседании. Еще один интересный момент, опять же, для адвокатов, которые работают в порядке статьи 51, касательно экспертизы, наша обязанность при ситуации, в которой подзащитный не понимает сути проводимых действий, указывается, что адвокат обязан все это сформулировать, разъяснить, довести до подсудимого. Мне кажется, необходимо еще и как-то, чтобы подстраховаться от возможного обвинения адвоката в недобросовенности со стороны подзащитного, которые, как известно, вполне могут написать жалобу в случае, если их не устроит приговор, внести каким-то образом, не каким-то образом, внести в протокол, что подзащитному разъяснен на суть вопросов, которые ставятся перед экспертом, ему эти вопросы понятны, и он против них не возражает, потому что, ну, опять же, у меня был один подзащитный, по 51 я работал, да, который говорил, что я вообще не понимаю, какая экспертиза должна быть назначена, мне не ясно вообще, что происходит, я ему задавал буквально вопросы, вы признаете вину? Нет, не признаю, вносим в протокол. Вы считаете, что вас вообще не было на месте происшествия? Да, вносим в протокол. Ставится вопрос о назначении экспертизы и следующей видеозапись, на которой, как обвинение предполагает, находились вы. Это понятно? Да, понятно. Для этого эксперту будет предоставлена видеозапись и возможность встретиться с вами, получить необходимые данные для того, чтобы сделать выводы. Это понятно? Да, понятно. Экспертизу провели, правда, экспертиза ничего не дала, но я, по крайней мере, был спокоен, что подсудимому подсудимому была понятна вся эта процедура и она была закреплена в протоколе. А наследствие эту экспертизу не проводили? Не проводили, он, кстати, наследствие все признавал, он решил в суде отказаться. Наследствие все признавал. Экспертиза наследствий проводилась? Не проводилась. Не было необходимости. Человек обохрал дачу, на соседней даче стояла видеокамера. Он попал в объектив камеры и было все прекрасно видно, и он, собственно, не отрицал. Он в суде решил от этого отказаться, ну и решил немножко побороться. Может, скучно было. Ну, кстати, экспертиза дала, что непонятно, кто это. Эта экспертиза была в нашем ходе. Даташи нисходительно к нему отнеслись, но я, видя серьезную перемену в его настроении, эти вопросы, с одной стороны, конечно, обязаны, а с другой стороны, я старался там себя обезопасить. А вы когда подготовили вопрос, он возражал? Нет, он ничего не... Он просто говорил нет на все. Я задавал вопросы так, чтобы он ответил да, да, мне понятно. Вопросы ставил не я. Вопросы ставил... Вернее, вопросы задавались, но они очевидны, там, по методике проведения вот этой экспертизы, по видеозаписи. А при назначении экспертизы вопросы готовили? Нет. Я вообще не ожидал, что будет эта экспертиза, что он не начнет не признавать свою вину. По-быстрому нашли методику в интернете, вопросы, которые задаются, вопросы стандартные. Вопросы эти согласовали. Просто я говорю, что это необходимо было все внести в протокол. Ну и такой, я вот в заключении небольшой реверант в сторону Юрия Борисовича, да. По латыни я это не прочитаю. Юрий Борисович придет, я думал, он сегодня будет здесь. Я хотел этот слайд сделать специально для него. Но знание закона заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл. Давайте понимать смысл закона. Давайте его трактовать так, как необходимо стороне защиты и нашим подзащитным стоять на своем. Доказывать в том числе с помощью эскортизы. У меня все, коллеги. Спасибо. Мы запрещаем.